Что-то я рассказывала, а у меня вырубился телефон, значит не надо. Но я и здесь молчать не буду. Смотрите, он прямо на асфальте вырос. Я рассказывала о том, что мне девушка написала, что это ваша собачка. Это не ваша собачка. Я ей сказала, наша. Она говорит, я говорю, моя и подруги. И она говорит, как это у собаки должно быть один хозяин, и все. Я говорю, ну это ум твой присваивает. Так же, как я же мать присваивают, что это их дети. И цветочники присваивают, что это их цветы, что это они. Вот так вот вырастили. Как они вырастили, они вообще не соображают. Они какие-то там зернышки кладут, и оно само все растет. Даже если бы они не выращивали, а в божественном плане прописано, чтобы вот это все выросло. Оно и вырастет, и дождик придет, и все само, и семечко само прилетит. Ветерок рам-то его принесет, и так далее, и так далее. А собаки это стадные животные. Кто их кормит, тем они и виляют хвостом. Потому что их ум не разделяет на хозяина и чужого человека. Понимаете? А не просто, чтобы понравиться вот этому чуваку, который их кормит. На кого-то там лают. Лают, делают видимость защиты чего-то. Служат, короче. Так же, как... Ладно, не будем поддаваться в подробности. А по большому счету, ничего никому не принадлежит. Ни тебе, твоя собачка годовалая. Ни мне, ни один ребенок, которого я зачала, выносила, родила, выкормила и так далее. Ни одна вот эта пушинка, что вон пролетела. Ни одна травинка, ни листочек. Ничего нам не принадлежит. Мы отсюда уходим и не уносим с собой. Ни сокровища, ни дома, на которые мы всю жизнь работали. Ни детей, ни отцов, ни матерей. А только свою любовь, только свой опыт мы заберем с собой. Даже это тело мы не возьмем. Мы пойдем дальше расширять наше сознание, нести любовь дальше. И все. А вот это вот... Не могу представить, как это моя собака, еще кто-то будет у нее хозяином. Но это твой ум. Эго ум говорит тебе. Это только тебе принадлежит. Больше никому. Слышишь? Ты же ее кормишь. Ты же ей лапки моешь. Попку. Это только твоя. Ты заслужила. Но это хрень полная. Это присваивание ума. Тем более, если он не наблюдаем. Наблюдай свой ум, девочка, которая мне написала. Шухарита не может иметь двух хозяин. Да она вообще на улице жила. И кто ее покормил, того она и считала своим хозяином. Я спрашиваю. Ещё не будем продолжать. Я знаю. Это путь. А вот и plans твой. Сして. Продолжение следует...